здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такого вот бычка символа следующего года подушка вот такая вот мягкая удобная вязаная подушка подарок вяжем себе в общем вяжем девчонки основу мы можем не вязать а сшить чтобы ускорить процесс из флиса допустим или из старого джемпера вот трикотажного или из толстого а мордочку и элементы связать и вот вот такая вот подушечка у вас так давайте будем разбираться с материалом из детали по поводу пряжи сначала скажу я использовала остатки у меня была полтора матка вот этой вот коричневой состав я считаю не не принципиально здесь 75 акрил 25 шерсть вот 180 метров 100 граммах вот что важно если вы хотите попасть в мою плотность вязания но вообще рекомендую вот эти две детали не вязать и не тратить пряжу вам достаточно связать вот эти вот маленькие дополнительные голову и хвост и всю ускорить процесс 150 грамм вот это у меня ушло вот такую вот я взяла это у меня где-то 120 метров 100 граммах остатки но схеме у меня все в пересчете на вот такую вот пряжу и на вот эту плотность вязания которая у нас относится именно к этой пряжи 180 метров 100 граммах это все ориентировочно если вы будете использовать остатки так как я то вы ориентируйтесь на сантиметр и подгоняйте под свою плотность вязания кто рисковать не хочет подгоняем плотность под мою и у вас должны получиться вот такие вот сантиметра вот такие вот детали как у меня здесь просчитана на схеме еще раз повторюсь вот эту пряжу я не считала я пересчитывал то есть размер у меня соответствует петли не соответствуют они соответствуют пряжи 180 метров 100 грамм а вот это у меня приблизительно такая же это это закончилось видите у меня остался маленький клубочек и на ушки и на рога у меня них не хватает потому что на на и слишком плотная на ушки и на рога я взяла еще одну пряжу в общем это пихорка ангора теплая или как-то она называется два сложения в общем остатки от жилета мужского это все девчонки неважно вы точно также можете как я забрать все остатки основу выкроить из старой толстовки из остатков связать голову уши ноги и хвост и сообразить вот такого вот шикарного бычка и подарок у вас готов вот теперь конкретно по деталям это я сказала по пряже теперь по деталям им я не буду вязать детали я буду объяснять значит две основные детали вот они две детали платочной вязкой девчонки те которые я рекомендую вам не вязать а сшить купить 40 сантиметров флиса он дешевый и на подушку подойдет значит подушка у меня самошитая 32 на 38 сантиметров сама я ее делала но основа вот вы же можете подогнать под свою подушку но так как я же говорю у меня есть наполнитель соответственно наполнитель нам нужен это я сейчас к материалу отношусь кусочек фетра на глазки клей текстильный который я пока еще сюда в кадр не взяла но в процессе он появится и черные пуговички вот у меня здесь есть я отсюда отковыряю черные пуговичи так это поход опять же все все мы продолжаем по поводу материалов спицы 4 миллиметра забыла написать 4 миллиметра спицы но тоже вы будете варьировать если вы будете подгонять под мою плотность либо тоньше либо толще либо вам достаточно будет 4 миллиметра и так две детали 60 петель я набирала и провязала 134 ряда и вот при моей плотности получилась вот такая вот деталь 32 сантиметра на 38 сантиметров всего их две это наша подушка далее идем голова вот набрала я 22 петли вяжем снизу вверх 22 петли я набрала далее в каждом втором ряду то есть через ряд я пять раз добавляла по одной петле здесь после кромочной а здесь перед кромочной то есть лицевом ряду начале и в конце ряда я добавляла по одной воздушной петли изнаночной вязала без изменений и в лице в следующем лицу снова добавляла по одной петле здесь и здесь вот всего пять раз все я кстати даже вот эти точечка у меня соответствует количеству добавлений то есть все не просто так не от фонаря нарисовано все я просчитала чтобы вам было максимально удобно далее вяжем ровно вот 10 рядов вот кусочек 10 рядов провязали ровно вот ширина в этом месте в самом широком месте 17 сантиметров ширина головы нашей далее мы идем на такой плавный скос вот пять раз убавления в каждом шестом ряду то есть через пять рядов вот если мы вязали первый ряд вот 10 мы провязали без изменений первый ряд мы вначале после кромочной и здесь перед кромочной провязали по две петли вместе то есть одну петлю мы сократили далее вяжем пять рядов и в шестом ряду то есть через пять рядов шестом если этот мы считаем как первый то здесь он у нас шестой мы делаем следующие убавления и так пять раз 5 убавлений у нас здесь через пять рядов в шестом а вот далее когда мы вот пять убавлений сделали далее мы сразу переходим на убавление в каждом ряду так как Здесь мы добавляли в каждом ряду, здесь мы в каждом лицевом ряду, здесь мы убавляем, вот, каждый второй ряд, это значит через ряд, то есть в лицевом ряду, можете в изнаночном, в принципе, здесь ни лица, ни изнанки нет, потому что вязание у нас лицевой петлей, оно с обеих сторон одинаково, так что не суть важна, в каком ряду вы будете это все делать. Значит, раз, два, три, четыре, четыре раза в каждом втором ряду мы здесь убавляем и оставшиеся 14 петель закрываем, вот, высоту эта деталь от начала и до конца 16 сантиметров, ширину 17, все, две детали такие, вот они, две детали головы, идем далее, значит, вот она, пятачок наш. Здесь, если брать, вяжем отсюда, вверх, вот так вот, вот так вот, отсюда, сюда, значит, набираем, вот здесь перевернуто, давайте будем вот так, чтобы вам видно было хорошо, значит, набираем 14 петель, потому что вот эти вот детали, они соответствуют, они идентичны. 14 петель набираем, вяжем сначала два ряда, вот, далее в каждом лицевом ряду снова, по сути, одно и то же, либо добавление, либо убавление, весь принцип, как бы, вязание. Платочная вязка, добавление, убавление, вот здесь у нас в каждом лицевом, раз, два, три, четыре, четыре раза, по 4 петли здесь, 4 здесь мы добавили, далее вяжем ровно, 26 рядов, это здесь у меня меньше, потому что другая пряжа, вы же вяжете 26 рядов, 8 сантиметров, вот, вот эта вот часть, 8 сантиметров, ровная, если у вас будет не 26, а, допустим, чуть меньше, то, допустим, 24 рядов, ну, в общем, 8 сантиметров у вас должно быть, и далее вы начинаете делать убавление, убавление по 2, после кромочной 2 вместе провязали, и перед кромочной 2 вместе провязали, и всего 4 раза, пока у вас, опять же, на спицах не останется 14 петель, значит, длина всей детали 13 сантиметров, ширина всей детали вот этой, ой, не измерила, а, измерила 11 сантиметров, да, 11 сантиметров, это наш пятачочек, вот такой вот, далее, копытца, ну, такие импровизированные копытца, вот такие 4 детальки, просто прямоугольники, набираем 14 петель, вяжем 32 ряда, 10 сантиметров в высоту, 7 с половиной в ширину, по сути, тут плюс-минус сантиметр ни в высоту, ни в ширину, роли большой не играет, вот такие вот 4 детали написано, вот здесь вот я не написала, сколько деталей, потому что, эта деталь, у нас их много, значит, это у нас и ухо, и рог, изобилие, значит, здесь единственное, только вот эти вот детальки, где мы вяжем чулочную гладью, для того, чтобы не уплотнять деталь, набираем 12 петель, вяжем ровно 10 рядов, и далее мы убавляем вот по бокам, вот, в каждом лицевом ряду, здесь уже видно, где лицевой ряд, вот, кстати, видно вот эти вот косички, где я убавляла, значит, здесь 2 петли после кромочной, здесь перед кромочной 2 вместе, изнаночные без изменений, 2, 2, 2, 2, далее у нас останется по одной, мы их провязываем просто 2 вместе, и в изнаночном ряду, 3 петли, которые у нас остаются, мы провязываем 3 вместе, вот я вот здесь вот так нарисовала, но я думаю, вам понятно, вот эти вот 3, мы провязываем вместе, вот, и всего у нас 2 коричневые детали, 2 детали, как бы внутренняя часть ушка, и еще 2 детали, это наши рога, вот, то есть всего бежевых 4, коричневых 2, теперь хвост, девчонки, что с хвостом, значит, вот так вот, это, кстати, просто набрала я 10 петель, это уже остатки-остатки моей коричневой пряжи были, 14 сантиметров в длину, и сейчас я просто сделаю кисточку, ну вот чуть-чуть пару рядов провяжу бежевой пряжей, вот этой вот, и сделаю такую тоже, как и копытца у нас импровизированные, так и это, так и кисточка на хвосте будет импровизирована, а эту пряжу я оставила, кстати, опять же, для кисточки и для чубчика, сделаем такие ему волосики, вот, и это все детали, девчонки, сейчас я просто вот это вот довяжу, так, что я хотела еще сказать, вот эту вот схему я вам, девчонки, сфотографирую, инстаграме выложу, готовую, ну, чтобы пару, либо вы сделаете себе скрин, ну, и, соответственно, наполнитель у меня там кое-какой завалялся, шить буду обычной тонкой иглой и швейными нитками, чтобы не уплотнять шов, да и, если честно сказать, то у меня уже этих коричневых и нет, я все, вот видите, вот последняя моя ниточка, все из них использовала, вообще, на самом деле, кажется, что сложно, я потратила, конечно, побольше времени, потому что мне нужно было это просчитать и в голове уложить, вы, вот, потратите два вечера, чтобы связать эти детальки, за третий вечер сочете, то есть вы спокойно, в спокойном состоянии, еще в состоянии сделать четыре вот такие вот подушки на подарки, и все будут счастливы, а еще, если купите этот флиз, который, из которого сочете, детали свяжете, так еще десяток можно, и все будут с подушками, и, я думаю, всем подарок понравится, вот, так, как я кончик сделаю, я просто точно так же, вот, сделаю, вот, таким вот образом, кончик, еще пару рядов провяжу, а кончик хвоста сделаю, вот, именно, такими убавлениями, пусть он там, мотыляется, 14, да, я сказала, сантиметров, ну, чуть больше будет с этим кончиком, так, вот, вот, как я делаю, убавление, прибавление делала, вот так, вот, после кромочной, а убавление по две петли вместе, раз, и перед кромочной две петли вместе, лицевой, это убавление, добавление вот таким вот образом, так, ну, сейчас я довяжу до конца, и будем собирать, весь процесс, как бы, прям, шить, 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 я не буду, я сейчас буду показывать процесс сборки, вот, чтобы понимать, что, куда, и как, и зачем, вот, видите, то, что я говорила, смотрите, по центру остались две петли, вот, сейчас я вам покажу, как все вот эти вещи я заканчивала, только, там, лицевая гладь была, все, и вся разница, по сути, вот, смотрите, здесь я провязывала, вот, вот эти вот, в середине две петли вместе, и, потом, в изнаночном ряду, я уже провязывала, вот, эти вот, три петли вместе, вот так, и вот, так вот, так, есть, понятное дело, что, задеть, вот, продеть, вот, эти вот, все хвосты, ну, вот, такой вот, у меня хвостик, вот он, наш хвост, пока откладываем всю в сторону, и берем булавки, вот, у меня такая волшебная коробочка, в которой находятся булавки, разбросанные, и, так, вот эти вот, ага, нет, хотела сказать, пока откладывать, не откладываем, берем все копытца, и, вот, складываем пополам, вот, таким вот образом, и я буду булавочкой скалывать, раз, два, на данном этапе, я считаю, их скалываем, либо наметываем только для того, чтобы не потерять, где-то, чтобы у нас потом не выглядывали эти все, то есть, чтобы все у нас вошло в шоке. Итак, четыре ножки у нас заготовлено. Берем одну вот эту вот деталь, основную. Вот она у нас, длинная сторона, и вот она у нас, короткая сторона. Короткую сторону мы складываем пополам, и намечаем, помечаем вот половинку, серединку. Здесь мы прикладываем хвостик, таким вот образом, ровно посерединку, и прикладываем на короткую сторону. Далее, берем ножки, отступаем где-то полсантиметра, вернее, берем ножки, и вот так вот на угол, на вот этим сколотым краем, мы прикладываем эти ножки, и прикладываем здесь ровно к этому, потому что здесь у нас будет шов, и нам нужно захватить вот это все, все четыре слоя прошить. А здесь чуть-чуть мы не доходим до края, потому что здесь нам нужно сшить, тут будет только две детали основные, а вот этот срез оставить открытым. Так, вторая с этой стороны точно так же. Здесь мы притык ко шву, а здесь маленечко отступаем, чуть-чуть совсем, чтобы захватить это все, без вот этой ноги. То же самое мы делаем с этой стороны. То есть по длинной стороне мы делаем впритык, а здесь мы чуть-чуть выступ оставляем. И четвертая ножка. По сути мы их наметили сейчас. Если вы шьете, следите, чтобы вот эта сторона, допустим, ткани была лицевой, так, теперь берем вторую деталь и накрываем. И теперь вот как мы будем шить, так и будем скалывать. Вернее, вы будете шить. Вот начинаем. Здесь нам нужна вторая короткая сторона. Это у нас здесь будет голова, здесь у нас находится хвост. Вот. И начинаем отсюда, с той стороны, где у нас будет голова. Оставляем отверстие для выворачивания и продевания, ну, и одевания на подушку. Значит, вот я сейчас булавками иду точно так же, как бы я шла иглой, да? вот здесь два слоя до угла. Так, здесь у нас вот угол и вот мы прям в угол подгоняем эту ногу, как бы. и здесь нам нужно уже захватить все четыре слоя. Вот один, два, три, четыре. Здесь мы прошиваем все, то есть мы сшиваем. Можно пройтись вот так, так и так несколько раз прошить это все дело, чтобы оно у нас было крепким. Вот. Ниточки все сюда вытаскиваем. Это у нас изнанка, пусть себе здесь висит. Обрезать не надо, чтобы не распустилась, не дай бог, вдруг дети будут играть с подушкой. Надо нам потом, чтобы она распустилась. Не надо. Вот. Здесь вот нога закончилась, мы дальше идем в боковую. Девчонки, которые есть у меня на канале, которые только шьют, легко сшить такую вещь. Тоже остатки вон по выкройке. Я все в сантиметрах написала. Очень просто выкроить и сшить. Вот здесь сопоставляем, чтобы все у нас совпадало. здесь вот дошли мы до второй ножки. Здесь тоже у нас четыре слоя. Кажется? Вот. Очень внимательно в этих местах, чтобы нигде ничего у нас не затерялось. Поняли? Чтобы не провалилось, не получилось, что у нас вылезло кусок с той стороны. Здесь опять же вот это уже у нас уходит в огонь. Здесь начнем от угла две слоя ткани. Кстати, тоже моменты очень внимательно, потому что если вы прихватите, уже все у вас нога будет вывернута. Здесь тоже хвост. Внимание, чтобы хвост у нас пришил. хвост и все вот здесь у меня остается дырка все остальное у меня по периметру сколота и теперь я сшиваю девчонки сшиваю и покажу вам результат так вот девчонки девчонки видите сшита дырочка у меня теперь мы выворачиваем эту деталь вот видите то что я говорила вот этот шов где не должно прихватиться как бы копыта вот это детали эта заготовочка у нас готова мы ее пока откладываем и приходим к сборке других деталей видим да все четыре у нас ножички готовы хвостик все откладываем через вот эту дырку мы одеваем как бы совы саму подушку потом мы ее зашлем сейчас мы займемся лицом значит здесь вот эта вот часть у меня из видите здесь еще кусочек другой нити это мои нюансы поэтому он у меня пойдет на низ здесь у меня будет верхняя деталь и теперь мне нужно знаете что вот эту часть при собрать для начала я беру даже коричневой нитью вот так вот большими стежками пройдусь по кругу и присборю как бы эту деталь потому что она должна у нас быть объемной да она не должна быть плоской это пятачок бычка и он нам нужен такой красивой объемной видите мы такими большими стежками пройдемся вот так вот стянем эту деталь и пришьем ее так равномерно распределяем эту сборку вот то есть понятно да нам нужен вот такой вот объем подтяну сделаем здесь узел так чтобы уже эта сборка у нас не распрямилась вот равномерно распределяем теперь располагаем его вот здесь вот на нижней части этой мордочки и сшиваем так чтобы спрятать вот вот так вот я приколю булавками чтобы она уже не смещалась так и пришиваем пришиваем знаете как девчонки чтобы вот эту кромку спрятать во внутрь то есть берем стежками здесь вот сразу возле кромки пришиваем можно пройтись два раза по кругу то есть мы берем не за край а вот туда вот прям подлезаем чтобы этот объем у нас все таки остался прошивая вот так вот по кругу и вот здесь вот девчонки оставляем ну буквально пару сантиметров дырочку для того чтобы мы наполнили этот пятачок так показываю пришила я вот она моя дырочка еще где-то здесь булавочка так вот видите оно достаточно такое объемное видите здесь видны как бы теперь мы наполняем эту деталь и все это там и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Где-то сантиметр в диаметре Теперь нам нужно вот так вот их пришить При этом пришить так, чтобы стянуть между собой Вот, чтобы это все было вот так вот То есть нам нужно их пришить вот здесь вот И соединить между собой и вот так вот стянуть Чтобы этот пятак был бычка Сейчас я попробую взять по длине иглу Чтобы это все воплотили в жизнь Вот такая вот у меня игла есть Пролезет она Пролезет, ура! 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 Сейчас я вот этой вот большой иглой попробую этот фокус сделать Так, вот подготовила я длинную иглу Теперь это я уже в процессе подошла Я поняла, что этой большой иглой мне будет неудобно пришивать пуговицы Поэтому я пришью пуговицы маленькой нормальной иглой Да, и вот так вот визуально по сторонам Я просто прищую пуговицы этой маленькой А потом стянем с вами Я все вам буду показывать Субтитры подогнал «Симон» Так, вот они пришиты Теперь я вооружаюсь большой иглой Сначала я вот так вот здесь закреплю это все дело Вот, теперь через все вот это вот Через весь пятачок мне нужно пролезть как бы этой иглой И продеть ее вот Вот, все Вот, все, вот, вот и вот она Видите? Ничего бы не было, нужно Доброе утро! Доброе утро! теперь еще нам нужно вот это вот так прикрепить как к основной детали еще пару стежков мы прикрепляем к основной детали и то чтобы прикрепляли стягиваем дам Чуть оно вылезло на вот эту вот часть, но это не страшно, оно потом вернется, потому что когда мы набьем голову, эта выпуклость восстановится, это сейчас она как бы работает на две стороны, но у нас еще набьется голова. Так, о, уже мы начинаем понимать, что это бычок, так, теперь глаза, глаза, я сказала, что нам нужен текстильный клей, но я сейчас немного сделаю по-другому, а клеем я проклею на ночь, чтобы оно приклеилось, и чтобы сейчас просто снять вам это видео, поэтому я вырезаю. Такие вот овальные глаза, которые по идее можно приклеить, но можно, кстати, и пришить. Вот, два глаза и две пуговички, как зрачки. Вот они, я их сейчас пришью, а сам фетр я потом подклею, либо подшить его, девчонки, тоже не суть важно. Как бы сейчас, сейчас я их вот так вот сделаю. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. глазик. Вот он пока у меня здесь гуляет, я вам начать все текстильным клеем подклеивать. Просто сейчас не случится до утра, чтобы завтра у меня было видео. Вот гладехи, которые мы еще закрепим, это полуфабрикат. Что мы делаем с рожками и с ушками? С ушками, значит мы складываем лицевыми сторонами вовнутрь две вот эти детали цветные и сшиваем вот так вот. Здесь одну и вторую. Это я уже не буду показывать прям в камеру все. Зачем? Это нам понятно. Вот сшиваем эту часть, эту часть. Не заостряем. Здесь заострение нам не нужно. Вот так вот закругляем. Эта пимпочка у нас уйдет в отворот. И сюда. Что делаем с рогами? Вот здесь вот я немножко вам объясню. Складываем пополам. Вот здесь вот нам от пимпочки надо сшивать. И сшиваем. Сшиваем мы, при этом немного стягиваем, чтобы у нас рог был завернут. Видите, что я делаю? Я стягиваю. Не сильно, но немножко, чтобы у нас вот пошло вот такой вот, вот, вот так вот формы. И тачки они все уйдут безнанку. Сейчас я второй раз буду идти и стягивать, потому что первый раз у меня что-то не совсем получилось. Видите, о чем я говорю? Вернее, вы поняли, что я имею в виду? Наверное, не совсем. Ну, я надеюсь. То есть этот шов, видите, я, если вы так вот смотрите, эту деталь, вот какой длинный у нас этот шов, а я из него сделала вот такой вот коротенький, почти в два раза короче, для того, чтобы рог у нас завернулся. Все нити я здесь оставляю, ничего не обрезаю, они мне, понятное дело, мешают неимоверно очень. Так, теперь этот рог я выворачиваю. Вот, вот он какой у нас должен быть. Видите? И наполняю. Вот такой вот у нас рог, получается, который у нас будет вот здесь вот на голове. Вот таким вот образом. Так, мы его сейчас приблавим. Вот, вот где ровная полоса, вот эта вот, где скос начинается. Вот именно стык к этой ровной полосе. Сейчас я подготовлю второй рог и ушки. Еще бы, конечно, по-хорошему было бы неплохо связать пару таких пятен, да, как у коровы, и пришить на основную деталь. Ну, вот у меня уже чего-то, может, я еще и свяжу. Не знаю, пока, дай бог успеть до завтра вам это все сделать. А с пятнами, конечно, было бы красивее. В общем, посмотрим, как идею я озвучила. Вот так вот мы его прикалываем. Сейчас я, девчонки, сошью эти два уха, сделаю второй рог, и мы с вами встретимся дальше. Итак, второй рог мы прикрепляем, вот я его сделала, сюда, на второй стык. Так, есть. Вот они будут два рога. Да, вы поняли, вот ровная часть, а вот скос. Вот именно на стык ровной части скоса мы крепим, ну, как бы, подвигаем этот рожок. Далее, вот, кстати, ухо, что я говорила, я вам покажу. Вот так вот срезается эта часть. Ну, в общем, прошила вот так вот и вот так. То есть, вот эта часть, видите, у нас осталась свободно. Она у нас уходит наизнанку, и ушко получается вот такое вот симпатичное. Так, которая мы вот тоже ему придаем форму. Сейчас покажу, как. Таким вот образом, значит, складываем просто вот так вот. Вовнутрь. Так. И скрепляем пару стежками. Затем у меня там 45 узлов. Так. Есть два уха у нас. Они такие симпатичные. Потишнее. Так. Сшиваем сейчас последнюю, как бы, этапом. Сшиваем голову. Хоть пишу. Пишу. Так. Ухи мы крепим сразу под рог. Вот здесь вот у нас находится рог. Под рогом у нас находится ухо. Конечно же, здесь вот лучше наметывает. Но я вам просто показываю, как это, где должно находиться. Вот. То есть, рук, ухо сразу же. Ой, девчонки, неправильно, неправильно. Неправильно. До ухо. То есть, вовнутрь этой складочкой. И вот это ухо точно так же. Вовнутрь складочкой. Рога тоже вовнутрь. Все. Вот. Теперь прикладываем вторую деталь. Вот так вот. И сшиваем. Начинаем отсюда. Я уже не буду скалывать. Вот внизу мы оставим дырочку. Дырку точно так же, как основную деталь. Оставим дырку для наполнения. Вот. Начинаем отсюда. Пошли, пошли, пошли. Вот здесь вот тоже очень внимательно захватите все ухо. Прям выдвиньте вот так вот. На полсантиметра его хорошо прошейте. Потому что вот эти вот части должны очень крепко держаться. То же самое с рогом. Рог мы тоже очень хорошо пришиваем. Вот здесь они у нас находятся. Вот прям выдвигаем их немножечко и прошиваем хорошо. Далее вот эта часть у нас без никаких вставных элементов. И здесь вот тоже рог и ухо очень внимательно. И далее уже без ничего. И здесь дырку оставляем. Все, я пришиваю, а потом вам покажу. Так, вот смотрим. Видите, дырка. Вот здесь вот видим, да? Хорошо. Так я прям три раза туда вот так вот прошлась по вот этим вот рогам, ушам. Оставила, да уж, маленькая дырка. Ну, я попробую через нее вывернуть. Побольше надо было оставлять, но ничего. Все получится. О, смотрите, какой у нас красавчик получается. Ой, какой хорошенький. С рогами, с ушами. Так, девчонечки, теперь я наполню вот эту вот галочку. И зашью вот эту дырочку. Еще мы сделаем волосики. Пришьем голову. Вот. Ну и все. Еще чубчик здесь. И все. Красивый, правда, получается? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Класс, мне нравится. Все, я наполняю, зашиваю дыру. И все, мы на финишной прямой. Вот смотрите, красавец же получается. Правда же, девчонки? Какой у нас бычок новогодний, красавчик. Что я теперь буду делать? Чубчик. Для этого я беру вот эту вот пряжу. И вот здесь вот между рогами, вот таким вот образом продеваю и завязываю узелок. Вот. И обрезаю. Обрезаю где-то, сейчас скажу. Все равно это еще будет корректироваться потом. Где-то на 5 сантиметров. Ну, это даже и много. Можно вмещать. Ну, мне уже эту пряжу надо куда-то использовать. Поэтому я ее вот таким вот образом использую. Да, меньше не надо. Сантиметра 3. Потом подстричь. И вот таким вот образом я заполняю вот это вот место. Так. Вот смотрите, сделала я этот чуб. Можно оставить так. Но я хочу, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу распустить, как бы распушить вот эти кудри. Да, и сделать действительно кудри. Не знаю, делаю ли я хорошо. Вот таким вот образом. Как бы кудряхи сделать. И я их еще подстригу. Вот. Сейчас я вот это все пройдусь. Распущу. Потом еще стригану. И вам покажу. Вот такой вот пушистик, чтобы у меня был. Кудряшка сию. Ой, готов, красавец. Теперь, девчонки. Одеть тула. Вот подушку я одела. Я сейчас зашью вот эту вот дырку. И пришью голову сюда. Вот. Смотрите, какой красавчик. Ну, и, конечно, так. Следим еще, чтобы хвост. У нас был хвост. Мне не очень нравится. Вот. Вот таким вот образом. И все. Наша подушка будет готова. Наш новогодний бычок будет готов. Все. Зашиваю дыру. И пришиваю голову. Итак. Вот она, наша мордаха пришита. Все, девчонки. Вот такая вот подушка. Мудрила я, мудрила. То пятна я хотела, то не хотела. Не буду делать пятна. Вот пусть она такая, какая есть. Здравствуйте, дорогие зрители. Я символ этого года. И хочу вам пожелать, чтобы этот год был добрым, спокойным и ласковым. Как я. Как бычок. Все, девчоночки. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Еще две недели у вас. Еще вы успеваете их наделать целую кучу. Кучу или не кучу. Ну, хотя бы один бычок у вас должен быть. Все, девчонки. Всех с наступающим. С вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok